Всем привет! Сегодня уже 10 февраля, Московская область. Давно я не снимала видео, потому что еще толком ничего не сеяла. Но всходы все же у меня есть. Это цветы. Высевала семена 6 ноября 2021 года. Все эти горшки оставила в теплице и уже 3 февраля я занесла для прорастания. Семена покупала домашние у цветочницы. Хочу вам показать, какие цветы посеяла и какие всходы на сегодняшний день. Это гайлардия низкоросла. Здесь смесь. В пакетике я не считала, сколько семян. Ну, чтоб 15, наверное, было. И вот 8 у меня взошло. Уже показывается первый настоящий листик. И он, знаете, такой игольчатый, как пушистый. Всходы такие красивые. Я фотографию прикреплю, чтобы вам интереснее было смотреть. Ну, фотография это цветочница, у кого я покупала семена. Надеюсь, потом буду показывать свои цветы. Также посеяла дельфиниум. Это однолетний гиацинт. Цветок невероятной красоты. Я его хотела еще в прошлом году посеять, но не получилось. Вот посеяла в этом году. Лучше, конечно, их высевать сразу в открытый грунт. Но так как семян, конечно же, мало. Поэтому я сначала в этом году выращу через рассаду. А потом уже буду собирать свои семена и высевать сразу в открытый грунт. Семена мелкие у него, такие пыльные. Посмотрите, как он зашел. 3-го числа занесла. Увлажнила почву у всех горшочков. И поставила на теплый коврик. И уже, получается, 4-го набухли семена. А 5-го уже проросли. И схожесть великолепная у дельфина. Наверное, у него 100% была схожесть. Затем посеяла примулу мелкозубчатую. Я вообще люблю примулу. Какие всходы, я надеюсь, видно. Семена очень-очень мелкие. Высевала, конечно же, поверхностно. Зашла примула, в принципе, неплохо. Вот так. Красивый цветок. Затем физостегию посеяла белую. У нее довольно-таки крупненькие семена. Но схожесть пока не очень хорошая. Всего лишь 3 всхода. Вот видно. Но я надеюсь, что еще взойдет. Красивое растение физостегия. Высокое. Наверное, 60 или 70 сантиметров в высоту. Мне понравился этот цветок. Колокольчик персиколистный. Смесь. Тоже, если видите, вот такие вот мелкие всходы. Семена очень-очень пыльные. Высевала, конечно же, поверхностно. И вот он только-только начал сходить. Вот вчера. Сегодня уже видно зелень. Затем посеяла вот такую бакопу. Я никогда бакопу не выращивала. Что-то тут мне захотелось. Такой цветок милый. Белые лепестки и желтые вот эти тычинки. Мило смотрится, как ампельное растение. У меня есть два подвесных кашпо. Вот хочу их посадить туда. Ну, конечно, всходов еще нет. Бакопу я высевала 3-го числа. В пакете было всего лишь 3 гранулы. Вот в каждой гранулы по несколько семян. Но всходов еще нет. Будем ждать. Все это закрыто. У меня стоит на теплом коврике. Все, что не проросло, на теплом коврике стоит. Здесь я высевала сагвинарию. Тоже 6-го числа. Это удивительное растение. Многолетнее растение у меня в саду. И вот в этом году я собрала семена. Семена находятся, знаете, как в фасолевом стручке. Такой небольшой стручок. И довольно-таки крупные светлые коричневые семена. Вот посеяла, прикрыла почвой. Но всходов еще нет. Не знаю даже, будут они или нет. Посмотрим. Вот у меня две плошки сагвинарии. Но всходов нет. И еще я посеяла. Сейчас вам покажу. Значит, камнеломку белую. Вот такая плошка у меня. Большая. Даже не помещается. Но знаете, как получилось? Я, когда заносила растение, поставила на плитку. Пошла за другой партией растений. И ребенок здесь поковырялся. Вот я высеваю вот в такие бороздки. Вот видите, еще остались бороздки. А все остальное здесь пошуршала рука ребенка. Поэтому все, конечно, накрыло землей. Семена. Не знаю, будут ли всходы. Вот где, видимо, они поверхностно лежат. Вот начинаются всходы. Вот, сейчас покажу. Вот здесь вот. Ну, видно, что она начала всходить здесь. Но я думаю, что толку здесь не будет. Вот они такими, знаете, кучками всходят. Но толку не будет. Может пересею. А может быть, у меня семян достаточно много осталось. Я, наверное, в открытый грунт все высею. Все остальные семена и все. Чтобы не лежали. Вот, в принципе, все сходы, все растения, которые я посеяла, ну, грубо говоря, в феврале. И хочу вам еще показать, где они у меня стоят. Эти горшки. Стеллаж свой. Это большой металлический стеллаж, на котором растет вся моя рассада. Здесь четыре большие металлические полки. Под каждой полкой установлена бикалорная лампа. Также установлены поддоны пластиковые. Потому что все емкости имеют дренажное отверстие, чтобы был сток воды. Для прорастания семян я использую подогреваемый коврик. Как только всходят семена, я их убираю и ставлю просто под лампу. Здесь сеянцы еще маленькие. Я их прикрываю пакетом, но с продувом. Потому что уже возошли. И чтобы от воды не пострадали сеянцы, я с продувом делаю. Вот так растет моя рассада. Я вам хочу еще показать садово-огородные покупки и немножко семян, которые я сделала совсем недавно. Хочу вам показать еще садово-огородные покупки. Их немного, но все же лук-эксибишн семена купила. Кстати, очень долго искала свежие семена. Нигде не могла найти. Купила от сибирского сада. И первый раз я от этой фирмы буду выращивать этот лук. Также приобрела я сладкий перец. Леся оранжевый. У меня есть Леся красная. Потом Бэнкс тоже перец сладкий. И Кармен красный, красивый такой перец, понравился сладкий. И два острых. Хэллоу как-то называется. Потом Капуцино. Это острые. И вот в подарок дали лимон Старберс. Вот такой. Буду высевать. Значит, посев лука и перца сладкого, перца острого я буду делать 15 февраля. То есть, 14 февраля я замочу семена. Оставлю на сутки до набухания. Я не жду, когда семена будут проклевываться. Просто набухнут и сразу высеваю. Высевать я буду в почвосмесь. Я так делаю уже не первый год. Это торф агробалт оранжевый. Смешиваю с биогумусом. В пропорции примерно 70% торфа и 30% биогумуса. Почему добавляю биогумус? Потому что я рассаду пикирую на стадии 2-3 настоящих листов. И чтобы было питание, добавляю биогумус. Биогумус я вам тоже покажу, какой в этом году купила. К сожалению, черви-старатели, которые у меня жили 3 года, производили классный, просто супер классный биогумус. Я их убрала, потому что у меня нет сейчас возможности за ними следить и выращивать их. Ухаживать за ними. Они как домашние животные. Поэтому, пока маленький ребенок, я решила пока оставить этот момент. И заведу червей уже попозже, через годика-два, не раньше. Так, дальше. Покупка семян. Это тыква. Это тыква гигантская. Я ее приобретала у Андрея Гусева. Андрей Гусев – это человек, который выиграл конкурс, который проходил в Москве, в аптекарьском огороде, по выращиванию самой большой тыквы в России, можно так сказать. Он вырастил ее, по-моему, больше 700 килограмм. Он собрал, конечно, семена. Я с ним списалась по электронной почте. Если вы хотите у него взять семена, ищите в интернете Андрея Гусев и на личную электронную почту ему пишите. У него, по-моему, сайта нет, насколько я помню. Семена я приобретала в декабре месяце. Значит, я у него запросила Атланту одно семя. Семена у него очень дорогие, поэтому я у него купила всего лишь одно семя тыквенное. А он мне прислал, посмотрите, 4 пакета. Вот так вот. Атланта – это, значит, здесь, видите, 693 килограмма. Апалиона с тыквой 960 килограмм – это с Америка. Вот так он подписывает свои семена. Я думаю, видно. Посмотрите, какого размера семена. Они просто гигантские, очень крупные. Видно, что наполненные, не пустые, высушенные и взяты хорошо. Здесь тыква взята, семена с тыквы 693 килограмма на 377 килограмм. С Американские тоже, смотрите, какие. Я думаю, видно, прочтете. Вот. Затем тоже вот с такой тыквы сняты семена. Вот они. Такие, смотрите, вообще просто. Я не знаю, как камера передает размер семя, но они просто очень большие. И также он дал свои семена. Это кабачок, который он выросил в 2022 году. 39 килограмм. Это такой кабачок. Кабачок я не знаю, сажать я буду или нет, но семена тыквы я посею. Я хочу поучаствовать в онлайн-конкурсе по выращиванию гигантской тыквы. Не знаю, получится у меня или нет, но хочу посадить. В марте буду высевать вот эти семена. Дальше, смотрите, приобрела глиоклодин. Я его каждый год применяю. Мне очень нравится, особенно под огурцы, под тыквы в рассаде. И когда огурцы высаживаю уже в теплицу в своей стеклянной, тоже использую глиоклодин. Я даже растолачиваю вот эту таблеточку и также проливаю просто по почве. Мне нравится. Я всегда использую в такой упаковке 100 таблеток. Вот здесь 200 таблеток на сезон. Вполне достаточно даже останутся. Затем я приобрела нитрофен. Это новинка. Я никогда им не пользовалась. Это высокоэффективный препарат для весенне-осенней обработки растений. Широкий спектр действия. Уничтожает щитовок, тлей, клещей, медянец, сосущих, листогрызущих вредителей. Вот такая баночка 300 мл. Разбавляется в 10 литрах воды и обрабатывается деревья. Ну, чтобы до распускания почек. Вот купила две бутылки. Буду обрабатывать. Отзывы я почитала на форуме. Хорошо люди пишут об этом препарате. Ну, конечно же, я использую хорус. Это один из немногих препаратов, который работает в отрицательной температуре. Конечно же, бактерии. Это сияние, которые я использую, показываю каждый год. Абигапик купила. Это для хвойных растений. Мало ли что, у меня в прошлом году на лесницах завелась ржавчина. Вот обрабатывала абигапик. Работает препарат. Это вертимек от клеща паутиного. Также купила эпин и циркон. Видите, сколько много. Но здесь я еще буду делиться пачкой. Это для обработки хвойных растений. Особенно, когда они подгорают. Соединяю вместе эпин с цирконом. И по хвоинкам обрабатываю с распылителя. Очень помогает выйти растению из стресса. Именно для хвойных я использую. Фертиколюкс. Это я купила уже, когда буду цветы высаживать кашпу. Кстати, я набрела себе из-за ротанга искусственного кашпо. Я его потом вам в следующем видео покажу. Это уже, когда растение будет в кашпо у меня расти. Тогда этим я буду пользоваться. Фертикой. Вот такого пакета мне хватает на весь сезон. Минеральными удобрениями я не пользуюсь вообще. Но вот в кашпо для цветущих цветов я буду использовать вот эту фертику. Здесь у меня агрохелат. Это я была на выставке. Мне подарили это как пробник. Знаете, попробую. Это в хелатной форме. Здесь все микро и макро элементы. Вот такой здесь значок. Может быть, кто-то даже пользуется этими удобрениями. Это полностью органическое удобрение. Вот буду пробовать. Также купила гуми. Вот такой. Проливаю один раз или два раза в теплице, когда томаты, перцы высаживаю. Также купила фитоспорин. Мне хватает три пачки. Я обрабатываю почву, так как я на почву не лью ничего такого химического. Для обезвреживания пользуюсь только бактериями. Это вот фитоспорин в пасте. Именно в пасте мне нравится обработка почвы. И вот такое сияние номер один. Недавно приобрела секатор на Валбрис. Кстати, доставка была очень быстро. Приятный на вид. Очень удобные ручки. Они, знаете, покрыты таким шершавым, нескользящим материалом, что удобно при работе. Есть, конечно, фиксатор лезвия для хранения инструмента. Я, конечно, уже попробовала на веточках. Режет очень спокойно, мягко, легко. Лезвия острые. Яркий цвет, точно в огороде не потеряется. И, кстати, на сайте еще были секаторы с узорами на ручках. Для быстрого поиска я оставлю артикул на этот секатор на экране. Ну и можно зайти по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Хороший секатор и недорогой. Приобрела я вот такой биогумус. Два мешка по 40 литров. Покупала через интернет-магазин. Я его открыла, посмотрела. Ну, в принципе, неплохой. Посмотрим, как он будет в работе. Вот я его буду смешивать с торфом. При посеве семян. И также добавлять при высадке уже рассады в теплицу. Ну, а у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Отличных всходов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok